На протяжении трех выходных площадка кипела и бурлила эмоциями, пестрела голами и тактикой игры каждой из команд. Фаворитом спортивных баталий с первого дня отборочного этапа стала Абаканская Лига ПРО, обыгравшая серьезных соперников из Забайкалья. Ребята вчера показали очень достойную игру с очень сильным соперником из ЛМД и выиграли 3-1. Это говорит о том, что все-таки наши футболисты, мини-футболисты, а сегодня уже футзолисты, их называют правильно, они все-таки конкурентоспособны на уровне Сибири. Это много о чем говорит. И сегодня вторая игра с Барнаулом, которые недавно играли в высшей лиге чемпионата России, покажет как раз именно и додумай подтвердить этот уровень. Не менее серьезно на встречу с республиканскими футболистами были настроены и игроки из Алтайского края. В состав гостевой команды вошли футзолисты Суперлиги. В прошлом сезоне мы на этом этапе выиграли, во всероссийском финале в Ярославле заняли третье место. Естественно, хочется этот результат повторить, может быть и улучшить. Все игроки, естественно, сезон в разгаре, все играют у себя в регионе, более-менее все находятся в форме. Другой вопрос, что по сути это у нас главная команда региона, в некотором смысле сборная. Ребята представлены из двух клубов различных, поэтому немножко накладывает свой отпечаток именно по взаимодействию игроков. Выбранная тактика, острая атака и взятый с первой игры высокий темп позволила нашим футболистам стать победителем этой встречи. Лига ПРО обыграла барнаульский Алтполитех с отчетом 5-4. Лучшим игроком по результатам этих встреч стал абаканский футзалист под номером 4 Николай Шагалаков, а лучшим защитником под номером 13 также наш спортсмен Григорий Линд. Команда Лига ПРО продолжит борьбу за место в турнирной таблице уже на всероссийском уровне. Весной этого года ребята отправятся в Волгоград. Константин Аникин, Михаил Кудрявцев, Новости.